Генетика – это язык, в некотором смысле ничем не отличающийся от английского, французского, русского, украинского, ну, какой язык он называется. Это язык, специально созданный и приспособленный для описания строго определенных событий. Не пользуясь терминами этого языка, такие события просто нельзя описать. Возвращаемся к тому, что я много-много раз говорил. Учитесь говорить. Если вы верно формулируете мысль, то это хорошая задача для того, что разберетесь, поймете и так далее. Если вы не умеете мысль сформулировать, ни в чем и никогда не разберетесь. У вас иллюзия, понимание будет, но только иллюзия. Вам будет казаться, что я это все понял. Можно ли заговорить на английском, если не знаешь ни одного английского слова? Нет. Нет. Поэтому, какая была первая задачка при нашем ознакомлении с детальцами? Изучить все как? Ровно так же, как и при знакомстве с любым языком, словарик. Выучить словарик. Выучить значения целого набора темы. Надо сказать, что большую часть из них мы с вами уже так или иначе разбирали. Но вот теперь, начиная с этого занятия, я буду проводить такую работу, которая опять у вас на языковых предметах часто проводится. Словарные диктанты. Именно так. Диктуя набор терминов, набор слов, вы должны давать определение. Такое-то слово, такое-то слово, такое-то слово. Попадите. Да. И вот здесь, конечно, попадите. Без цитрат. Без цитрат. По одной простой причине. В этом разделе мы с вами будем очень много решать задачи. А это что значит? Это значит, вы должны уметь пользоваться этими словами для создания конструкции внутри плавок. А если вы за каждым словно вкладите на страницу. Удастся ли вам когда-нибудь решить ведь одну задачу? Нет. Нет, ничего не удастся. Так что, пожалуйста, всю генетическую терминологию выучить, знать как следует и пользоваться, соответственно, ею для решения задачи. Вот сейчас я вам скажу одну фразу на генетическом языке. К концу занятия вы совершенно запросто объясните, что она значит. Можно пугать людей на улице или своих родителей, если они не любят. Расскажи. Право следующее. Рецессивный аллерг только тогда действует на фенотип, когда генотип гомозепотина. Нормальный человек ничего кроме служебных слов в этой прежде не поймет. К концу занятия вы увидите, что да, да, действительно, рецессивный аллерг действует на фенотип как-то. А только тогда, когда генотип гомозепотина. А в иных условиях он не может подействовать. Так вот, теперь поняли, что основа генетики – это знание и понимание терминологии. Без этого ничего и никогда в этой науке не будет. Итак, первое, основное понятие, которое мы с вами уже неоднократно обсуждали – гены. Ну и кто может дать определение гены, никуда не заглядывая? Итак, что в биологии называется геном? Так, два. Только два человека на класс? Сколько раз говорили? Три. Все. Не бойтесь, попробуйте сами придумать. Мы же маловато, маловато, но боже кроме там. Ген – это ген, описывающий построение науки. Отлично. Нормальное определение. Только если в цитологии, в науке о генетике, самое главное было в определении гена – это то, на чем он записан. Потому что ген – это кусок генетики. Вы с компьютером немножко работаете? Еще так. Понимаете, что в любом компьютерном деле надо строго различать две разные вещи – железо и софт. Что назовет железом компьютер? Ящик. Не только ящик. Железо – это любые детальки, которые входят в сборку данной машины. Физически. Да. Что такое софт? Софт – это данное обеспечение. Программное обеспечение. Это понятно? Так вот, скажите, пожалуйста, ДНК по отношению к живому организму – это железо или софт? Софт. Конечно, железо. Это материал, на котором записана программа. Это понятно? А ген – это софт. А ген – это информация, необходимая для строения. Если это информация, то это железо или софт? Софт. Конечно, софт. Ген – это программа. Да, она записана на ДНК, конечно. Но это программа, необходимая для строения геничного долга. Идея понятна? Хороший в этот ген – это часть генетической информации, сколько записано на ДНК, необходимая для построения долга определенного типа. Хорошо. Следующий вопрос. Я взял с компьютера, снял крышку, взял хороший микроскоп и зарез в компьютер с микроскопом. Вопрос. Я программу увижу? Нет. Нет. Интересно, а ее что, там нет? Есть. Нет, она там нет. Но она даже шифровка. Не понял. Что, микроскоп слабовал? Но я взял более сильный микроскоп. Она в шифрованном виде. Я эту шифру вижу? Нет. Нет. Пускай она даже расшифрованная будет. Я ее увижу? Нет. Нет. Ребята, информацию глазами увидеть нельзя. Информация нематериальная. Ребята, вот сейчас я сделаю три разных действия. Вот я сделал первое действие. Теперь я делаю второе действие. Теперь я делаю третье действие. Мама. Показываю мое первое действие. С материальной точки зрения что-нибудь общее между этими тремя действиями. Есть ли мы? Что? Это одно слово. Слово это не материя. Нет ничего. Одно именно бумаги. В этом случае материя, то есть носителем, является бумага и паска шариковые ручки. Согласны? Да. В этом случае носителем является мел и тоска. Да. В третьем случае носителем являются звуковые волны. С физической точки зрения. Это три сходных объекта или просто совершенно разные? Вопрос. Что объединяет эти три сформации? Смысл. Смысл. Понимаете? Смысл сам по себе является материальным объектом? Нет. Но смысл сами по себе в чистом виде не существует. Смысл всегда нуждается в носителе. Вот носитель всегда материальный. Понятно, что к такому взгляду привыкать, в общем-то, не так и просто. Но, тем не менее, он здесь совершенно неоткорбит. Ген нужно забрать. Информационный ген глазами увидеть нельзя. Не потому, что он мальчик. А потому, что это программа. Что можно увидеть глазами при хорошем постановке исследований? Последовательность муриотипа. Вот это можно? И, зная закономерность шифрования, можно восстановить примерно или иногда точно какой-то муриотип. И для информации. Вы увидели структуру носителя. Хорошо. Вот это ген. Второе важнейшее понятие, которое вы можете и не знать, и, скорее всего, не знать. Фем. Фем? Это внешне наблюдаемый признак с результатом работы гена. То есть, программа ваша сработала, привела к какому-то результату, а вот этот результат наблюдать можно? Саму программу наблюдать нельзя. Так. Немножко потренируемся. Скажите, пожалуйста, карие глаза – это ген или фен? Фен. 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 Существует некоторая генетическая программа, где шпровные белки, строящие определенный фермент, а этот фермент создает коричневый краситель, который откладывается в клетках радужки, и мы видим карие глаза пчеловечки. Хорошо. Высокий рост – это фен или ген? Фен. Конечно, фен. Это то, что нужно наблюдать. Так. Есть определенный ген, который кодирует высокую концентрацию гормона роста сигнального вещества, которое будет вызывать удлинение костей скелета. Ну, а размеры организма будут подтягиваться под растущий скелет. То есть программа – это одно, проявление результата – это другое. Пару еще чуть более хитрых вопросов. А кислотность желудочного сока – это фен или ген? Фен. Это ген или фен? Фен. Конечно, фен. Конечно? Это результат срабатывания. Вот когда говорят внешне наблюдаемое, это не значит, что это приждно на поверхность тела. Это значит, что он доступен к нижнему наблюдению. Хорошо. Человек взял, проглотил зону для взятия проб желудочного сока. Можно порцию этого сока получить? Да. Ее можно исследовать? Да. Можно. Можно видеть, можно исследовать. Все, точка – это фен. А ген? Ген – это кусок программы, который кодирует особенности работы желудочных желез, которые, собственно, будут создавать расход. Соленая кислота, определяющая кислотно-желудочную сока. Группа крови – это ген или фен? Фен и фен. Фен, конечно. Конечно, фен. Фены реализуемы, кстати, не одним геном, а целым набором. Там хитрое соотношение. И теперь, два гена важно как следует их понимать. Ну, давайте подумаем, сколько всего генов в каждой клетке человеку? Если не брать копия, вот единичный набор генов. Сколько там разных программ? Три тысячи. Не три тысячи. Васять тысячи тысячи. Васять тысячи тысячи. Вот это другое дело. Вот как этот полный набор генетической информации называется? Геном. Геном. Это полная, полная система всех генов данного органа. Все гены. Так? Хорошо. А теперь, можно ли в каком-нибудь опыте, который вы проводите в лаборатории, исследовать работу, подчеркиваю, работу, сразу всего генома целиком? Нельзя. Абсолютно. Поэтому работают всегда совершенно конкретным куском программы. с одним геном, иногда с двумя или тремя генами. Ну, в сложных случаях, там используют чуть более широкие компания. Но это всегда очень небольшой кусочек генома. Как будет называться? Да, часть генетической программы, которая исследуется в данном опыте. Генотип. Генотип. Следующее понятие производное геном. Ге-но-тип. Это набор генов. Набор генов. Изучаемый в данном опыте. Вот я провел некоторые эксперименты, получил некоторые результаты. Скажите, пожалуйста, будет ли ученый стараться описать абсолютно все внешние признаки живого существа, которое получил результаты? Просто абсолютно все фены? Конечно, нет. Конечно, нет. А только какие фены в это описывают? Которые являются результатами работы вот этих генов. Генотип. Генотип. Фен-но-тип. Набор внешних признаков, сколков фенов, изучаемых в данном опыте. Теперь, поехали дальше. Дальше будут термины, которые мы, наверное, уже разбирали. Причем относительно недавно. Напоминаю, что ДНК у любого нормального организма в клетке сворачивается в упаковку, которая как будет называться? Как называется упаковка, в которую сворачивается ДНК? Мы просто в растворе полкаемся. Хромосомы. Хромосомы. Как называются организмы с одиночным набором хромосом? Когда ни одна хромосома не отгуклирована. Гарлоидная. Как означает такой набор? Один Н. Это гарлоидная организма. Организма, имеющая один Н. Это гар. Один Н. Организма. Имея единичный набор хромосом. То есть, никакие программы не сдублированы. Единичный набор хромосомов. То есть, никакие программы не сдублированы. Не откопированы. Для каждого гена единичный набор хромосом. Хорошо. Диплоидная. Сколько вариантов программы для каждого гена имеем? Два. Два. Каждая хромосома имеет своего губля. Но это не полный губль. Губль по генам. А поверим, это дубль или нет? Нет. А поверим, нет, не дубль. Это диплоидная организма. Удвоенный набор хромосомов. То есть, каждый ген, оказывается, записан сколько раз? Два. Два раза. Диплоидная организма. Имея удвоенный набор хромосомов. То есть, каждый ген записан два раза. На разном отделе. Подождите, не обязательно. Ну, надо, как правильно. Так вот, сейчас мы как-то подойдем дальше. У диплоидного организма, откуда взялись два разных варианта записи гена. Почему их два? Почему у диплоидного организма не одна единственная копия, то есть, не один единственный вариант каждого гена, а тут-то взялись два варианта. Есть диплоидный организм. От папы и от мамы. Один от папы, второй от мамы. Как будут называться вот эти два варианта того же гена? Как они называются? Аллея. Итак, следующее важнейшее термин. Аллея. Вариант гена диплоидного организма одного из родителей. Помните наш пример, когда я выписывал столбиком слова и просил вас сказать, сколько признаков записано на доске? Там было 9 слов. 8. 8. 8. 8. Хорошо. При этом, там было только 3 признака. Просто некоторый признак был записан в нескольких вариантов. Они называются, допустим, форма носа. Есть обязательно геномия у папы. А как же папа отходится без него? Значит, знаете, геномия у мамы. Он есть обязательно? Да. А вот варианты обязательно будут спадать? Нет. Нет, не обязательно. Но могут быть. Следующие могут быть. Следующие важнейшие отвары памяти. Может быть такой случай, что от папы и от мамы пришел одинаковый вариант аллея. То есть папа курнулся и мама курнулся. И они загрузили эти программы в свои коллеги. Вот такой вариант будет называться гомозигота. Или гомозиготный признак. Это вариант генов, несущий два одинаковых аллея. Когда папина леет, не отличается от мамного. А теперь? А обязательно ли все признаки у вас, да и у всех живых священников, гомозиготный? Нет. Нет, только не обязательно. Может быть, папа горбанулся, а мама курнулся. И в этом случае у детеныша встретятся две разные программы. В одном гене было два разных аллея. Вот такой вариант называется гендерозепок. Гетерозепок – это вариант гена, включающий два разных аллея. Гетерозепок – ныть ген. Вариант гена, включающий два разных аллея. И вот теперь давайте посмотрим, какая у вас проблема. На примере, то, ребята, учтите, что в реальности этот пример имеет значительно, во много раз более сложную природу. Я специально, многократно прощаю. Берем случай с цветом глаз у детей. Допустим, папа корреклассный. И все его предки корреклассные. Абсолютно все предки, на 100 поколений назад, если смотреть, они все корреклассные. А это значит, поэтому не те, как программы синтеза, какого красителя для глаз есть. Программу он получил от своих родителей. А они все, все их предки были переглазаны. То есть у самого папа. И от мамы, от своей мамы, от своего папы он получил программу, как строить коричневые красные глазы. А мама, а мама голубоглазная. Причем, про нее известно, что все ее предки, опять же на 100 поколений назад, обоим приняты, они все были только голубоглазные. Это значит, у мамы оба варианта программы, она же диплойная, естественно. Там записан синтез какой краски? Солубой. Голубой. Солубой. Голубой. Теперь папа, создавая половые клетки, отдает в мир, в ген, ген называется окрашка глаза, отдает такой вариант. Олег Карий. Карий глаза. Папа отдал программу строения Карий глаз. Мама какой вариант отдает? Голубые. Голубые глаза, у нее другую программу. Голубые глаза. Встречаются половые клетки. Понятно, что есть, кроме этих программ, еще 23 тысячи других программ. Но в данном случае мы на них просто не обращаем внимания. Мы разбираемся с тем, как наследуется окрашка глаза. Отлично. У детеныша образовалась зигота, зигота делится, и из нее будет расти организм. У гения окрашка глаз. Два актинакова холерия, или два разных? Один класса, два, а другой другого. Чертый, два. Желтый. Дело в том, что если построить белки по этим программам, то окажется, что вот этот белок, вот этот белок, он просто строит краску примерно в 12 тысяч раз быстрее, чем вот этот. Вопрос, какого цвета глаза у детеныша? Карий. Карий. Значит, ли это по голубой краске совсем нет? Нет. Нет. А почему карий? Потому что у меня другая мама. Ребят, попробуйте взять две разные краски, ярко-голубую и ярко-горичневую, и накапать в один стакан 12 тысяч капель ярко-горичневой и одну каплю ярко-голубого. И как же это перемешать. Какого цвета краску вы попали? Ага, голубой. Ага, голубой. Там голубой хотя бы чуть-чуть будет просматриваться? Нет. А если очень сильно, как стрелка, голубой, и нет? Нет, мы берем одинаковую концентрацию. Берем одинаковую. В результате оказалось, что обе программы сразу построили в нише наблюдаемых признаков, или при его строительстве наблюдается результат работы только одной программы, а вторая зонскировалась. Вот в этом случае. Результат работы одной программы наблюдается, а второй, вторая программа, оказывается замаскированной. А могут быть это... Как на генетическом языке это дело назвать? Назвать вот так. В этом случае, в случае гетерозеполта, так бывает только у гетерозеполта, когда две разные программы, один авель строит свой фен, а второй не строит. А если они будут одинаковые скорости строить? Подождите. В частном случае редко было раз. Потом разберем. Потом разберем. Ну, или очень... Полное совпадение производительности, или даже близкое совпадение производительности, встречается в природе редко. Какой случай при этом будет наблюдаться, потом с вами разберем. В общем, встречается. А в природе, о чем все встречается? Поэтому в биологии не бывает законов, из которых бы не было исключений. Законы, из которых не бывает исключений, только в математике. Потому что объект в математике виртуальный. Мы сами создали объект по своим правилам. Поэтому никакого исключения, раз правила нами созданы, то никакого исключения из него быть не может. А окружающий мир не мы с вами создали. Мы его исследовали. И он всегда сложнее, чем наше представление. Следующее определение. Олень, строящий свой... Олень мужского рода, скажем так. Олень Ом. Олень, строящий свой фен. В гедро-жибуте доминантный олень. Или доминанта. Доминантный олень. Или доминанта. Олень, не строящий свой фен. в гетер-живуте, то есть никак внешне не проявляется он. Называется как? Рецессива. Рецессивный аллей. Аллей, не строящий свой фермер в гетер-живуте, то есть никак внешне не проявляемый, называется рецессивный аллей. Или слава про аллей. Нет. Ребята, давайте мы никаких исключений пока не берем. Рецессивный аллей. Убираемся сначала с общим правилом, потом смотрим, какие исключения, какие варианты. В генетике, так же как и в математике, физике и химии, здесь своя формальная запись условий. Если речь идет про исследование одного гена, то есть одного признака, как здесь все обозначается. Если у нас исследуется один признак, один ген, то в записи он обозначается первой буквой логинского аллажа. А, при этом доминантный аллей гена обозначается буквой А большое, а если А малая, то если вы видите запись А большое, это доминантный аллей данного гена. Если А малая, то это рецессивный аллей данного гена. А если мы рассматриваем, изучаем работу сразу парочку генов, для того, чтобы на занятии их не было. Именно так. Если мы смотрим работу двух генов, то в втором гене доминантный аллей будет обозначен Б большое, рецессивный аллей, Б малая. И запереген сразу. С большое, С малая. А если вы назад дошли, то нам еще один же ген. Весь алфавит использовали? Да. Ребята, такого сорта работы, у нас пятого гена, вручную вы не сделаете. Все старшие программы рассчитывают, что это на компьютере. А для компьютера обозначение каждого гена и каждого аллерия будет по-другой. Там задача другая, чем при ручном общении. Поэтому латинского алфавита в боках хватает для обозначения всех разумных задач подвинутых. А теперь очень важное понятие, следующее добавление слова. Помните, когда мы разбирались с этим сильным и доминантным признаком, я говорил, папа Карегуаза и все предки его Карегуаза. Мама Палпоглаза и все предки ее Палпоглаза. Так вот, в науке есть такие понятия, которые, кстати, слышали. Вы про чистопородных животных слышали? Например, чистопородная русская псовая парка. Или чистопородная русская голубая пушка. Животные говорят про чистоту породы. А для растений, как говорят? Чисто сортная. Да? Чисто сортная, а митиноглазка. Чисто сортная, яблоко антон. А как определить, что это чисто? Вот, вот, вот. Сейчас об этом речь пойду. В общем случае, для русской сортной цитирной, чистой и нет. Отчего это линия чистая? От всяких случайных программ. У всех носителей этой группы только строго определенная генетическая программа по исследованию на метрике. Определение чистой линии. Группа живых существ из поколения в поколение, передающая группу живых существ из поколения в поколение, передающая данный вариант генетипа без изменений. Сколько поколений не прошло, а никаких изменений не было. Все они получили, и так же нравится все. Ради бога. Но когда-то живший, теперь уже умеешь, у него был такой же вариант генетипа, как у его потомка, которая обитает сейчас. Вся такая группа будет называться чистая линия. По данному генетипу бывает ли живое существовать, образующая чистую линию по всему геному? Совершенно невозможно. Невозможно хотя бы из-за какого события? Ну, из-за мутации. Это во-первых. Во-вторых, из-за эмиграции, эмиграции. Взяли, приехали за бугром, братья в арене, ура, давайте дружить. Что они с собой притащили? Новые варианты, в результате через несколько поколений у вас осталась чистая линия в этой группе? Нет. Новые олельные замесы это уж никакая не чистая линия, там уже самые разные варианты расклада. Если там были паре-глазы и клиенты паре-глазы, тогда... Если там была чистая линия и приехала чистая линия, тогда ничего не произойдет. Ребят, запомните одну простую вещь. Если я вижу какое-то существо, я просто его вижу, наблюдаю его предметом, на самом деле я про него с генетического доставления почти ничего сказать не могу. Генетик может работать в одном и тем случае, когда есть несколько поколений, когда мне либо известно о тревках этого существа, либо я вижу его детей. Так? То есть я вижу, как признак перетан из поколения в поколение. Только в этом случае можно делать только. Потому что сам факт того, что приехали-глазы, ничего не знает. Важно, какие у них приехали. То есть попробуйте прикинуть. Вот я точно говорю, что, допустим, эти верблюда, там, группа верблюдов, являются чистой линией по двугорбости. А, ну, с точки зрения генетической записи, что это значит? Количество горбов, это тот ген, который мы исследуем. Мы исследуем только один. Попробуйте сделать запись генотипа, как двугорбового верблюда из чистой линии. Как вы выберете? Запишите, пожалуйста, генотип двугорбового верблюда из чистой линии. Генотип записывается каким значком? Мы сколько генов смотрим сейчас? Один ген. Значит, какой буквой записывается ген? А. Буквой А. Мы знаем, что это чистая линия двугорбов верблюда. Как сделать запись? Один. Один раз? Два. То есть у вас верблюд, это его сперматозой. Такой двугорбовый сперматозой на ногах, который гуляет по пустыне. Дедушка. А, важно. Но это в том случае, в том случае, если аллея глубокая, то есть доминантная. А мы же, мы имеем право, сделать такой вывод по данному верблюду. Не, не имеем право. Либо вот так. В любом случае, любой участник, чистой линии по данному признаку. Назовите его. Он кто? Как называется такое состояние? Два одинаковых аллея. Он гомозигот. Гомозигот по данному признаку. Продолжение определения чистой линии. все особи, принадлежащие к чистой линии, гомозиготны по данному признаку. Продолжение следует... Продолжение следует...